Всем привет! Есть у компании хаппистар такие колоночки которые вот прямо хочется взять и рассмотреть их не только как они звучат но и как они собраны в общем-то изнутри одна из таких колонок модель mini t5 колоночка совершенно маленького размера как вы видите сейчас давайте посмотрим на ее характеристики кстати она поддерживает сопряжение двух колонок версия bluetooth не 4 2 3 вата мощности сигнал шум свыше 80 децибел и аккумулятор 500 миллиампер что вам это напоминает давайте подумаем подумаем это напоминает колоночку от jbl по характеристикам она в общем то такая же как и данная колонка ну по крайней мере в теории или в описании от компании хаппистар как это в реальности чуть чуть позже послушаем а пока давайте достанем так что приготовили нам товарищи хаппистаровцы два шнура но это как всегда один шнур для заряда второй шнур 35 джек убираем и самое интересное сама колонка в описании она должна быть синяя но на мой взгляд это не совсем те синий цвет но тем не менее смотрится довольно таки симпатично и во всяком случае лучше чем серой колонки так что мы имеем soft touch пластика нету это уже хорошо впереди идет активный динамик сзади идет пассивный динамик и такая вот панель так сказать подключение где можно вставить карту аукс подключить подключить зарядку и избишку вставить есть подозрения в некоторых платах даже есть режим powerbank а надеюсь его здесь нету на всякий случай проверим у нас тут немножко застывшего клея он так вот на переливе видно немножко схалтурили плюс минус регулируем громкость переключаем режимы и включение колонки ну в общем то и все ну и вот вот это вот это вот вот зачем это не знаю искусственный кусочек кожи кожзам насколько он прочный я не знаю вот просто повесить где-то на дереве можно но крепить на рюкзак хотя хотя наверное все таки она легкая и проблем не должно возникнуть так что в принципе вариант крепления для ношения с собой есть либо на палец либо же на карабинчик и что мне нравится вот такие вот красивые шестигранники или звездочка вроде шестигранники неважно разбираться должна элементарно откручиваем снимаем и дальше должно все уже как лего разобраться включили давайте проверим функцию powerbank а и функцию fm тюнера я надеюсь что функцию powerbank а для такого микро аккумулятора сюда не добавили но не тут то было добавили причем напряжение он выдает 379 кому это поможет не знаю мы попробуем зарядить вот такой вот night core of ski маленький powerbank неужели будет заряжать заряд не отдает но при этом у как бы скорее всего даже не берет заряд данный powerbank говорит маловато но если нужно что-то запитать на 3 и 5 вольта от 3 5 до 4 то в принципе выход она обеспечивает этого напряжения я думаю это просто косяк либо недоделка такого быть не должно потому что ну с 500 миллиампер ну какой powerbank что им заведить можно разве что микрофонарик так пробуем переключать на fm режим здесь есть fm тюнер я честно говоря удивлена даже с коротким проводом он уже что-то ловит если растяните его до метра будет ловить в принципе нормально опять же в городских условиях давайте подключим наверное все-таки bluetooth и проверим что данная колоночка может отображается как hop star mini подключаем а а Небольшой бас есть. Небольшой затык на низких частотах на максимальной громкости тоже есть. Буквально сделайте 90% и все эти косяки в общем-то убираются. Звук немножечко плоский, зато он не как из бочки. Динамик здесь воспроизводит частоты, ну так, на вскидку от 200 до 10 000 Гц. Ну вот где-то так. В принципе, как для колонки за 6 баксов, она играет вполне себе неплохо. То есть, явных каких-то недостатков нет. Ну вот кроме на максимальной громкости немножко запирает низкие частоты. Ну опять же, 90% ставить, это для любой колонки практически подходит. И уже вот эти проблемы все исчезают. Программа Bass Tester. Такая стандартная простенькая программа. Естественно, никаких звуков нету. 50% уже звук слышится, но это, скажем так, никакого отношения к музыке иметь не будет. 75% уже громче. 100% Не совсем это 100 Гц. Больше похоже на вот такую вот стрекозу, большую очень стрекозу, застрявшую где-то в паутине. Ну это так вот, по ощущениям никакой вибрации нет. Давайте попробуем, с каких частот все-таки мы что-то сможем услышать. Ну вообще, наверное, даже со 130, но вот на 180 уже, мне кажется, звук начинает быть громким. И что-то мы все-таки слышим. Неприятных эмоций данная колонка не вызывает. Сделана она качественно. Звук на таком среднем уровне за 6 долларов, честно скажу, играет хорошо. Если сравнивать ее, например, с той же JBL за 36 долларов. Ну вот сейчас сами услышите. JBL стол немножко вибрирует, потому что у нее, собственно, спинка вибрирует от музыки. Давайте подключим вот эту колонку. Колонки с 6-кратной разницей сравнивать, на мой взгляд, некорректно. Поэтому, естественно, JBL играет лучше. И, если честно, именно уровень громкости у них практически одинаковый. Но при этом, естественно, звук у нее идет более качественный. Во-первых, идет он более объемный, на порядок больше низких частот. И, причем, их не запирает на максимальной громкости. Тут, конечно, вопросов нет. Но, учитывая стоимость, свои 6 баксов она отрабатывает на ура. И 3-вата мощности в ней есть. Ну и, естественно, дешевый динамик в ней тоже есть. Оказывается, разбирается данная колонка все-таки звездочкой, а не шестигранником. Пока мне ее разбирать нравится. Как вы видите, верхняя накладка чисто декоративная. И особо никаких функций она не выполняет. Для того, чтобы попытаться разобрать колонку дальше, надо попробовать снять вот этот гриль. Гриль снимается элементарно. Любой небольшой отверткой вы сможете его подцепить. И вот так вот без проблем снять. И вот тот случай, для которого данная отвертка не подходит. И, к сожалению, я другую с собой не захватил. Поэтому на аккумулятор 500 мА мы, к сожалению, не взглянем. Но вот так вот колонка выглядит без верхнего гриля. Неплохой стоит динамик. Довольно-таки упругий. Симпатичный подвес. Естественно, если кто-то спросит про водонепроницаемость данных колонок, несмотря на то, что зачастую пишет о каких-то шести функциях водонепроницаемости, никакой здесь водонепроницаемости нет. Хотите, чтобы данная колонка была водонепроницаемая, могу поделиться простым лайфхаком. Сейчас я его покажу. Но для начала мы её должны собрать. Давайте соберём. И я покажу, как же сделать данную колоночку водонепроницаемой. Для кого-то, возможно, это будет даже полезным. Хотя нет, винтики можно не закручивать. Они к водонепроницаемости никакого отношения не имеют. Раскрываю секрет. Вы, наверное, его уже услышали. В водонепроницаемости любой колонки. Обычный бесплатный кулек из любого супермаркета. Либо купленный за какую-то копеечку. Берёте колонку. Завязываете. Опять же, это для тех, кто любит колонки кидать куда-нибудь в бассейн. Не знаю зачем, но вот такой вот лайфхак им подойдёт. И давайте проверим звук. Вывод. Звук совершенно не изменился. Вот кроме вот этого шуршания, когда я трогаю сам кулек. Кстати, видите, он герметичный. И, естественно, если он не выпускает воздух, то и воду впускать он не будет. Так что для любителей кинуть колонку в бассейн или в речку. Вот такой вот простой лайфхак. Ничего не стоит. Стоит буквально 30 секунд на вашего времени. И колонка будет полностью водонепроницаемая. Конечно же, это была шутка. Но, возможно, кому-то пригодится. А так, колонка за 6 баксов достойная. Смело можно брать. Рекомендую. И не забывайте палец вверх ставить.